Всем привет! Меня зовут Витя, я работаю в компании Grammarly iOS-инженером. Доклад будет не о граммаре, не о чем-либо, что мы делаем в Grammarly. Доклад будет о моем личном проекте, который я делаю в свое свободное время. И мы будем разбираться, как анализировать скриншоты, как вытаскивать с них какую-то полезную информацию, в основном текстовую, и зачем это, в принципе, может быть надо. Кто не скачал еще код с гитхаба или кто скачал его, у вас есть время его сейчас скачать. Ссылка вот написана и есть QR-код. Кто скачал, все равно зайдите, потому что я вечером вчера запушил еще одно изменение небольшое, которое нам понадобится. Немножко об этом в ворбшопе. Какая цель и какая задача? Задача в том, чтобы показать, что машинное обучение, вычисление на GPU, распознавание образов — это уже не какие-то там суперсложные вещи, которые доступны только людям с тайтлом VHD в соответствующей области, а то, что технологии развиваются, они стоят ближе к людям. И современная индустрия, в том числе компании Apple, делают кучу всего для того, чтобы обычные инженеры могли, в принципе, в этом разобраться, использовать и решать те задачи, которые возникают на практике, не тратя там кучу лет на то, чтобы изучить математику, которая под этим стоит. Мы разберемся и рассмотрим, как происходит процесс распознавания текста, что надо сделать вообще, чтобы его найти и понять, а также посмотрим, как использовать то, что она предоставляет iOS для того, чтобы, собственно, это сделать. Будем писать немножко кода. Это будут фильтры и ядра для Core Image, которые будут нам улучшать изображение. Посмотрим, как использовать Vision Framework для того, чтобы найти текст на изображении, и как использовать Core Image для того, чтобы классифицировать найденный текст, потом чтобы понять, что там написано. Кого интересовала ссылка? Все уже как бы ее открыли, скачали? Окей. Тогда идем дальше. Ну, как бы вы пришли на вебшоп по iOS, но поговорим мы немножко про покемонов. Кто играл в Pokemon Go из присутствующих здесь в зале? Окей. А кто из присутствующих в зале не знает, что такое покемоны или Pokemon Go? Это лучше. В общем, в покемонах смысл игры заключается в том, что человек ходит по миру, находит покемонов, он их ловит, он их может там прокачивать, он может ими воевать. И у покемонов есть какой-то набор параметров, которые человека интересуют, как и у всех игрушек. У них есть уровень, у них есть атака, защита, здоровье. И все было бы хорошо, и люди хотели бы это знать и выбирали бы себе самых крутых. Но на практике, когда мы ловим покемона, мы видим вот такой вот скриншот, на котором мы видим ту информацию, которую разработчики решили, что она нужна игроку. Это какой-то мифический Combat Power, который вычисляется по этим параметрам. Это какой-то мифический Health, который тоже вычисляется по этим параметрам. И примерный уровень, который можно увидеть по суперточной дуге сверху, которая, кстати, в нелинейной шкале, то есть там как бы в начале один уровень это 20 градусов, а в конце один уровень это полградуса. И вот это вот число, стоимость для апгрейда, оно, в принципе, говорит тоже примерно, какой уровень, можно пытаться догадаться. Собственно, как бы в связи с вот этой вот штукой появилась куча приложений, которые называются IV-калькуляторами или IV-чекерами. И что они делают? То есть игрок берет скриншот, он сохраняется в фото-лайвере, потом игрок выходит из игрушки, заходит специальный апчик, выбирает скриншот, апчик его анализирует, показывает ему статы, игрок их запоминает, идет обратно в игрушку и подписывает, как ему надо. И это как бы не очень удобно, занимает кучу времени. Я на это дело смотрел, как бы тоже когда игрался, мне это немножко напрягало. Я подумал, типа, а можно ли это сделать как-то быстрее? Ну, как-то сделать быстрее раздеток, чтобы игрок не покидал приложение. А что можно сделать, чтобы игрок не покидал приложение? Заткод extension. Ну, кой extension может быть у игрушки? Можно сделать клавиатуру. И выглядит это прямо следующим образом. Мы делаем скриншот, он сохраняется в лайвере, потом мы идем в ренейн, клавиатура появляется, достают скриншот из лайвера, сканируют его, и прямо игрушки показывают все, что нас интересует. Экономится куча времени, лежит в AppStory, люди скачивают, довольны, даже что-то платят. Как я это делал? Ну, я такой, типа, думаю, блин, надо распознать текст на стриншоте. Наверное, не первый человек, который распознает текст на картинке. Давайте поищем что-то готовое. Есть такая прекрасная библиотека, называется Tesseract. Есть на GitHub, разрабатывается Google, ей куча лет, она там поддерживает просто невероятное количество языков, все, которые есть в мире, поддерживает все платформы, на которых можно вообще запускать код, походу. Все очень хорошо, есть рамперы для iOS. Ну, такой, думаю, ну, блин, классно, возьму, запущу. Забрал какой-то, типа, демо-код, он не работал, я его сумму в клавиатуру. Но, кто из вас когда-либо писал клавиатуры под iOS? А вы знаете, сколько, ну, вопрос не к тем, кто писал клавиатуры, сколько ограничений по памяти в клавиатуре в iOS? Есть какие-то идеи у кого-то? Скода? Нет, чуть больше. 66. Короче, я увидел вот такой вот прекрасный брейкпоинт, или, не знаю, как это назвать, от Xcode, который сказал, что у меня есть всего лишь 66 мегабайт, и моя картинка, скриншот, который занимает 10 мегабайт, плюс мой UI и апчик, который занимает 20, плюс Testeract еще кучу всего нагрузил. В общем, какой-то спайк проскочил, больше 60, и все. Я не говорю, что это сделать невозможно, но, как бы, плавать на грани тоже не очень прикольно. Соответственно, ну, пришлось, как бы, что-то делать. Но при этом я хочу сразу сказать, что если вам надо вроде в каком-то большом апчике или где-то распознавать текст, возможно, не надо идти hard-way. Но, тем не менее. Да, будем, как бы, как-то с этим воевать. Соответственно, ну, как бы, не работает Testeract, нету готового решения, надо что-то делать. Надо что-то делать. Как вообще, вот, подойти к задаче? То есть, есть вот картинка, на ней какие-то... Что-то непонятное, что написано. Оказывается, человеческое зрение обращает намного больше внимания на яркость, а не на цвет. И, ну, например, в телевизионном сигнале для яркости идет один канал, там, определенная полоса, а для цвета идет в два или в четыре раза меньше. И, в принципе, все, что человек читает, оно спроектировано таким образом, что если его перейти в грейскейл, то, в принципе, не намного хуже читаемость этой всей штуки станет. Но, тоже как-то для машинного процессинга как-то не очень, ничего не видно. В принципе, человек очень хорошо ловит локальный контраст. То есть, ну, вот здесь, если посмотреть, как бы почти ничего не видно. Но мы понимаем, что рядом есть белое, поэтому это светло-серое, мы трактуем как foreground. При этом где-то в другом месте, вот здесь, мы такое же светло-серое, как вот это, будем трактовать не как foreground, а как background, потому что рядом есть темный цвет. Соответственно, нам надо навести контраста, навести локального контраста. В принципе, если вот сделать вот такое, то, ну, как бы, уже сразу понятно. Смотрим, там, где черное, надо, там, не черное, не надо. Пропадают вопросы, как трактовать этот серый цвет. Вот. И после такого наведения локального контраста мы можем воспользоваться Vision для того, чтобы найти текст-боксы. И давайте посмотрим чуть более крупным планом. В принципе, ну, вот на таком вот выделении уже понятно, что вырезать, что анализировать. Соответственно, надо как-то эти штуки анализировать. И все, наверное, видели, ну, или там, кто интересовался, видели вот эту вот прекрасную картинку от Apple, которая говорит, вы берете свои фотографии слонов и жирафов, вы их передаете в Create.my, происходит катамагия, вы на выходе получаете модельку, которая вам сделает все классно. И типа, ну, вообще там, 20 фоток жирафа, 20 фоток слона, и у вас есть красивая. Это все хорошо, я такой думаю, ну, чеша. В общем, надел скриншоты букв, побередал их, посохранял файлы, раскидал по папочкам, как просит, запустил, читаю. Скриншоты, ну, фоточки желательно делать 299 на 299 пикселей. Ну, и Classifier тоже принимает картинки 299 на 299. Вы понимаете, да, это треть экрана. То есть, как бы, туда не одна буква влезет, а растягивать их, тем более и memory limit, и, как бы, ну, тоже не очень. В общем, не про канал. Изи бэй. Поэтому пришлось писать свой Classifier. Но проектирование нейронной сети, оно, как бы, выходит за рамки этого воркшопа. В гитхабе внизу есть ссылочка на статью, которой я пользовался. Я не являюсь экспертом в Machine Learning. Но там, в принципе, прикольно нарисована схема. В сети написано, какой слой за что отвечает. И есть код на Kerasi, который ее обучает, эту модель. Поэтому, кому интересно, возьмите, почитайте. Плюс в гид-репозитории есть юпитерноутбуковский файлик, который на моем датасете поможет вам просто ради интереса обучить такую же модель. Давайте дальше посмотрим, что у нас есть в плане препроцессинга изображения. Первый степп – это сделать картинку серой. Как происходит преобразование серой, есть, на самом деле, простая формула. То есть яркость пикселя вычисляется по его красному, синему и зеленому просто умножением на определенные коэффициенты. Картинка у нас большая. Надо обработать каждый пиксель. Каждый пиксель вырабатывается единообразно. И для этого в Core Image есть такая фича, как Color Kernel. Это возможность написать специальную функцию на специальном языке, которая будет применена к каждому пикселю входного изображения, для того, чтобы получить выходное. Выглядит это так. У нас есть какой-то имидж. Core Image проходится по каждому пикселю, берет оттуда цветовые компоненты, передает нашу функцию. Она выдает на выход другие какие-то цифры, и они записываются в output. Давайте посмотрим, как это выглядит в коде. Эта штука пишется на специальном языке, который называется Core Image Kernel Language. Он является диалектом языка шейдеров OpenGL. Параллельно маленький вопрос, кто из присутствующих когда-либо работал в геймдеве, или без салшейдера по каким-то другим причинам. Круто. Что мы видим на этом маленьком кусочке кода? На самом деле ничего такого страшного в шейдерах нет. Язык похож на C. Из особенностей, то что он кроме флотов оперирует еще векторами из флотов, бывают двухмерные, трехмерные, четырехмерные и так дальше. Это просто набор из нескольких флотов. Есть особенная сущность sample, или есть еще sempler. Это в нашем конкретном случае можно считать, что это синоним пикселя. Что происходит в данном коде, что он делает? Мы берем цветовые компоненты из нашего пикселя, который нам пришел. Мы берем векторы из коэффициентов, которые нас интересуют. И мы вызываем скалярное произведение на них. Скалярное произведение обозначается обычно именем dot, потому что по-английски называется dot product. На выходе мы получаем, собственно, яркость этого пикселя. Дальше мы возвращаем вектор из четырех компонентов. Три из них яркость. И последняя единичка. Это, собственно, мы возвращаем red, green, blue и альфа для output пикселя. Хорошо, с крискелом понятно, но вопрос, что делать с контрастом? Кто знает, что происходит, когда повышается контраст в изображении? Отсекается верхнее и нижнее значения. Да, совершенно верно. То есть мы берем, грубо говоря, яркость, умножаем ее на какой-то коэффициент и сдвигаем ее вниз. Ну и потом то, что торчит наружу, клапается до нуля или до единицы. Действительно, если посмотреть на эту картинку, тут нигде нету белого, тут нигде нету черного. Тут, в принципе, все серое и рейк очень маленький. И мы можем это легко запроцессить, потому что зрение адаптируется. Мы понимаем, что в контексте этой картинки вот это черное, а вот это белое. Точно так же, как вечером, мы понимаем, что желтое на самом деле белое, а утром мы понимаем, что синее на самом деле белое. Ну, попробуем применить контраст. Обычно первая попытка всегда заканчивается чем-то печально. Мы применили контраст, но вообще ничего не вышло. Распознать теперь даже я не могу, что там написано. В чем дело? Дело в том, что контраст мы применили глобально. Мы взяли минимум-максимум по всему изображению, и как бы толку от этого никакого, потому что средние пиксели, которые нам интересны, они просто ушли в никуда. Нам надо делать какой-то локальный контраст. Вот этот фильтр, который происходит, это фильтр, который берет минимум-максимум не по всему изображению, а в радиусе каждого пикселя. Если посмотреть, как это выглядит с точки зрения математики, то мы для каждого... Два раза L написано, но ничего страшного. L равно L, это в принципе тоже правильно. Мы для каждого пикселя берем яркость в нем, и берем в каком-то радиусе минимальную и максимальную яркость, сдвигаем, собственно, на минимум, скейлим, и получаем. И к тому, как это будет работать в CoreImage, в принципе, ничего принципиального не отличается, кроме того, что мы на вход получаем не один пиксель, а целый регион, получаем арей RGB цветов, передаем в наше ядро. Это уже не color kernel, это уже более сложное ядро, которое работает не с одним пикселем, а с чем-то больше. Оно нам все равно на выход дает только один пиксель, который записывается в output. Почему один пиксель и почему так? GPU умеет, в принципе, процессить в огромное количество потоков параллельно кучу всего, но при условии, что эти вычисления независимы и не пересекаются. То есть просто, грубо говоря, GPU на каждый пиксель output имиджа запустит computation thread, и это все обработает. Да, собственно, почему важно это делать на GPU и делать это при помощи вот этого странного языка, который нам зачем-то придется выучить, да? Вы когда-то задумывались, сколько вообще данных надо запроцессить, чтобы посчитать такой local contrast? На iPhone XS на экране 2,7 миллиона пикселей. Для того, чтобы посчитать локальный контраст с окном радиусом в 10 пикселей, надо обработать 400, то есть 20 на 20, 400. Если мы это переможем, мы получим 1 миллиард итераций. Попробуйте просто вот на iPhone запустить цикл на 1 миллиард итераций, и в нем еще какие-то вычисления делать. Ну, градусник появится, если положить iPhone на черный стол на солнце в плюс 40, это проверено. А с вычислениями я этого, к сожалению, еще не получал, но, наверное, тоже можно. Да, соответственно, делая это на GPU, мы сильно ускоряем себе жизнь. Тем более, если это просто запустить на CPU, это будет очень долго. А нам после этого еще надо найти текст, надо его распознать. Ну, то есть это вообще предварительный степ, который должен моментально происходить в нашем случае. Сейчас давайте, перед тем, как перейдем к коду, возможно, у кого-то есть какие-то вопросы по тому, что я рассказывал. Если вопросов нет, тогда я попрошу тех, кто будет кодить, открыть проектик и найти в нем файл. Можешь взять больше. Да, сейчас. Так, лучше? Давай. Можешь набирать? Сейчас попробуем. Так, но? Да. Супер. В принципе, как и планировалось, да, что мы будем делать? Нам надо, то есть мы видим более сложные, более сложные коды на этом языке. Это же лисель, в который нам приходит уже не сэмпл, а приходит сэмплер. Сэмплер – это такая сущность, которая оборачивает картинку и умеет из нее читать пиксели по разным координатам. Причем она умная, и если мы, скажем, картинку 10 на 10 будем рендерить в буфер 5 на 5, то она будет брать четверки пикселей и усоединять их, то есть она интерполирует, делает все эти штуки, там, билинейные, трилинейные, фильтрации, там еще куча красивых и умных сложных слов, которые как бы в геймдеве известны, а в традиционной разработке не очень используется. Что нам приходит на вход? У нас есть такая функция, которая дает нам destination координату, это координаты того пикселя, куда мы будем рендерить. Есть функция transform, которая по destination координате говорит координату, откуда мы это читаем. Что нам надо сделать для того, чтобы сделать контрастный фильтр? Нам надо просто проидерироваться в пункте-радиусе, мы итерируемся, читаем пиксели, и нам надо бы вычислить этот локальный контраст. Давайте попробуем какое-то наивное решение. Начнем с того, что минимум равен единичке, а максимум равен нулю. Потому что значение каждого компонента в графике обычно идет от нуля до единицы, соответственно, если взять значение, переговорнутое в другую сторону, то мы можем дальше просто использовать функции минимум и максимум для того, чтобы выбирать максимальный и минимальный результат. То есть получается minbarium. Так, мы таким образом найдем минимум максимум. И дальше что мы хотим? Мы говорили, что мы возьмем наше значение, отнимем от него минимум и поделим на диапазон, который у нас вышел. Да, давайте посмотрим и запустим. Смотрите, интересная такая, не знаю, интересная или печальная скорее такая штука заключается в том, что аппаратного ускорения для Core Image и для OpenGL на симуляторе нет. Поэтому вы сейчас увидите, как оно считается на CPU, на телефоне, если у кого с собой есть провод и вся эта обвязка, можете запустить, оно будет существенно быстрее. Давайте посмотрим, что наш фильтр сделает. Ну, как бы, что-то делает, но не похоже на то, что мы хотели увидеть, да? С чем это связано? Ну, давайте сохраним скриншот и посмотрим, как это выглядит, если его увеличить. Ну, во-первых, то, что мы видим, здесь какой-то шум появился. Во-вторых, какие-то, ну, какая-то, короче, непоятная штука. С чем это связано? Это связано с тем, что в больших областях, там, где у нас все белое, да, у нас все пиксели белые, у нас вообще этот дистанц равен нулю, и как бы мы делим на ноль, у нас получается бесконечность. Соответственно, нам надо какие-то проверочки добавлять, типа, если v меньше, чем какой-то ноль, ноль, пять. Да, дальше вопрос. Если у нас дистанц равен, меньше, чем какой-то трешок, что нам надо заполнить? Есть у кого-то предложение, какой цвет туда записывать? Вопрос, а почему ноль, дочка, ноль, пять? С потолка. Маленькие какая-то вариации. То есть, грубо говоря, у нас значение цвета в каждом пикселе варьируется от нуля до единицы. Соответственно, если там близкие цвета, то это какое-то число маленькое. Кого есть, какие идеи, что можно писать в тех местах, где у нас нету какого-то разнообразия цветов? Это же белое, черное, серое. Вычислять соседний цвет, ну, то есть, как-то брать соседний цвет, но при этом проверять границу, да? То есть, как-то ты, ну, с какого в каком переходим? Ну, то есть, просто мыслишься. Ну, где хорошее? Можно, на самом деле, для этих пикселей применять обычный контраст. Посчитать, ну, то есть, поскольку у нас варианция цветов вокруг небольшая, можем взять просто среднее значение. Ну, сначала можно просто попробовать вот так. Да, посмотреть, что будет, если мы запишем два среднего значения. Ну, как-то, как-то не очень, да? Не очень, потому что мы сначала поделили на ноль, а потом сделали вот эту штуку, да? Давайте так попробуем. Давайте попробуем. Ну, да, мы исправили проблему с тем, что мы делили это неправильно на что, но как бы от этого... У меня есть готовый фильтр, который я использовал. Давайте посмотрим в него. Я тут брал какой-то average. Я смотрел по меню максимуму. Окей. Мы можем сказать такое, что если у нас максимальное значение меньше, чем, допустим, 0,5, да, то есть пиксель очень-очень темный, тогда мы можем сразу записать 0. Ну, потому что очень яркие пиксели, да? Если у нас максимальное значение больше, чем 0,5, тогда мы сразу скажем, что у нас типа 1. Ну, а дальше пойдем по тому же принципу. Да, смотрите, это такая штука прикольная. Это error, в котором можно понять, откуда он произошел. Если вы читали... Redmi. Не, не Redmi. Ну, да, если вы Redmi читали... Или если вы читали Мэтта Томпсона на Сивстере, который писал, что обычно приложение, которое крашется, оно показывает пупа, в котором написано something went wrong, типа, пусть something, и разбирайтесь. И даже девелопер не поймет, в чем проблема, потому что там позвали fatal error какой-то, или throw generic error, или еще что-то. В связи с этим, как бы, я у себя в ходе обычно использую такую штуку, как generic error, который, да, действительно generic error, но он содержит в себе номер старки, в котором произошел и пытается втащить кулстек. Да, чего ему не нравится? Чего ему не нравится? Фейл-то-лод-кернел. Давайте посмотрим, что здесь написано. Да, ему не нравится их. Из недостатков написания этих шейдеров, проблема в том, что компилятора для них нет. Есть такая прекрасная технология, как Metal, которая позволяет писать не на каком-то непонятном языке, а на языке, у которого есть спецификация и компилятор, и это настройка на C++. Но, к сожалению, в симуляторе это не работает, а как бы брать что-то на воркшоп, что не сможет запустить большинство людей, потому что вряд ли все будут сидеть с телефонами на проводе. В общем, да. Metal – это интересная тема, которая компилируется и показывает error не таким неудобным способом. О, смотрите, стало как бы лучше, да? Но почему опять ничего не видно? Потому что мы взяли вот эти вот рейнджи 0.5-0.5, 0.5-0.5, да? И мы получили примерно то же самое, что было с обычным контраст-фильтром. Соответственно, если мы тут пробуем дальше тюнить, ну, это можно играться с коэффициентами бесконечно долго. Ну, в принципе, куда-то оно туда движется. Давайте посмотрим на то, как это работает с финальной версией. Ну, в принципе, да, то картинка, которую вы уже видели в слайде. Что происходит здесь? Здесь, кроме минимального максимального значения, также считается среднее значение в этом регионе, которое нас интересует. И, в принципе, происходит то же самое. Если мы отсекаем с 0.75, да, то же самое получается. Мы отсекаем не больше и меньше 0.5, а больше и меньше 0.75. Потом мы пытаемся вот этого штука, это тот фильтр, о котором вы говорили, да, то есть мы просто еще и скейлим, и клампаем. То есть те пиксели, которые мы не смогли отсечь по каким-то там нашим принципам, мы к ним применяем обычный контраст-фильтр. И, в принципе, работает это довольно неплохо, и с этим можно что-то делать. Давайте посмотрим дальше. Давайте пойдем дальше. Вопрос, да, дальше следующая задача это найти текст на этой картинке. Для этого мы будем использовать Vision, но прежде чем перейти к Vision, у меня вопрос, у кого-то есть идеи, как можно на этой картинке вообще находить текст, если мы не знаем, что такое Vision? Что можно делать? Давайте я вам покажу еще раз этот скриншот. Да, вот у нас есть такая картинка, и нам надо найти на ней текст. Кто как бы подходил? Есть у кого-то MSL? Взять какую-то библиотеку? Нет, нет, без библиотеки. У нас нет библиотеки. Готовую модельку для учительной этих скриншот. А, вот, хорошо. А как работает ML-моделька? ML-моделька, если говорить про изображение, это классифайер, который получает какой-то фиксированного размера битлов? Нет, нет, уже по этой модельке. Хорошо, у нас есть библиотеки, да, я слушаю. Возможно, ся и редкотором уже использует? Не знаю. Вопрос больше, если у нас есть просто набор пикселей, арей из яркостей и циклы слифтовой, да? Возможно взять паттерных картинок, там шлифтов, букву, цифру, а сликать по зону картинку, как-то так искать. Ну, то есть, какой-то зон должен быть какое-то, скажем, число. Ага. А мы ищем какие-то цифры. А сколько-то времени займет? То есть, мы переберем все символы, которые у нас есть в словаре? Сначала нам, нам сначала не столько распознать... Это текстовый чарт, но какие-то части заполненные с какими-то текстами, либо контрастами больше всего. Вот, отлично. То есть, нам надо сделать, на самом деле, первое, что нам сделать, это сделать кластеризацию этой картинки, разбить ее на связанные области как бы одного цвета. А дальше, на самом деле, что делает Vision? Он прямо то и делает. То есть, он разбивает эту штуку на связанные области, а потом пытается понять, если она более-менее квадратная, наверное, это глупо. Ну, то есть, реально, оно так и работает. Потому что, если вы посмотрите на тот output, который Vision генерирует, сейчас, мне кажется, где-то есть даже сохраненная. Да, если вы посмотрите... Это не то. Да. То он, в принципе, посмотрите, он находит там, внутри кружочка, он еще две буквы нашел. То есть, вот эта штука, это же не буква, но он ее распринимает. То есть, он не знает, как выглядят буквы, он просто находит что-то, что по форме и по размеру похоже на букву. Да. Соответственно, если идти с таким подходом и делать это все ручками, то у нас появляется гибкость, мы можем как бы самостоятельно тюнить эти параметры. Из недостатков то, что реально надо писать какой-то алгоритм, плюс как бы находить пластеры в изображении, это тоже такая себе задача, не самая простая. С другой стороны, если ограничиться тем, что оно черно-белое и очень контрастное, то, в принципе, это как бы встает немножко проще. Зачем? На самом деле, я почему об этом рассказал, потому что в итоге я писал свой поиск символов на картинке, потому что Vision очень плохо детектит одну букву. Vision, когда видит одну букву, он не думает, что такое одна буква, непонятно, какой-то квадратик. Когда уже несколько квадратиков в сайт в ряду, и они более-менее одного размера, тогда это похоже на какое-то слово. Но односимвольные какие-то штуки Vision находит не очень хорошо. Как работает API определение текста в Vision? В принципе, все, что предоставляет нам Vision, работает примерно по одному образу. Мы создаем requestCandler и передаем к нему request. То есть, сначала мы создаем request, в этот request мы передаем callback, который получит результаты и error возможный. Из этого request мы можем вытащить bounding box для текста, для каждого текста мы можем вытащить bounding box для charakterов и что-то с ними делать, дальше анализировать. Нам надо обязательно указать, что мы хотим получать characterbox, потому что по умолчанию он их не выдает, и если вы не почитаете доку, а просто будете такие, типа, а, есть текст-детектор, я тут создам текст-детектор, ну, в принципе, как я и делаю, типа, зачем доку читать? Ну, как бы, это же не рабочий проект, это такое, что вечером все погодил. Написал такой, а, классно, такой, опа, крэш, потому что нету characterbox. Такой думаю, ну, блин, есть property. Во-первых, почему она нала была? Во-вторых, как беда. Ну, оно не возвращается, поэтому не наступайте, ты чешный корабль, и запрашивайте characterbox. И важная штука, Apple рекомендует прописывать версию реквеста, когда вы ее создаете. Почему это важно? Потому что в следующих версиях SDK могут добавиться новые текст-детекторы, новые какие-то recognizer, и если вы не пропишете версию, будет браться последняя. Она может делать что-то, на что вы не рассчитываете, и будете к этому не готовы, будете крэшиться. В общем, как бы, то же самое, что недавно добавившиеся unknown default switch, только с другой стороны. Потом мы создаем ImageRequestHandler, передаем ему что-то, что мы хотим процессить, я работаю с пиксель-буферами, потому что мне так удобно, и дальше вызываем perform. Немножко про пиксель-буферы, и про хранение, и так дальше. iOS очень интересная платформа, которая, в отличие от Mac, от десктопных компьютеров, и так дальше, у iOS нет разделения памяти на приналежность к разным компонентам. То есть, если на Mac'е у нас есть четкая видеопамять, есть четкая память CPU, если мы хотим что-то делать на GPU, нам надо туда это загрузить, это занимает кучу времени, это надо об этом думать, плюс это копирование, плюс, опять же, потребление ресурсов. В iOS вся память живет в одной области. И если вы работаете с какими-то большими массивами данных, всегда смотрите на конструкторы, в которых написано no copy. В итоге, я к чему пришел, я создаю byte-arrays, которым я работаю, мне нужен pixel-буфер, я создаю cv-create-pixel-буфер with bytes-no-copy и пошли работать. Мне надо cg-контекст, я создаю тоже там где-то cg-контекст-create-with, передаю туда data, и он с ним работает. Мне надо, не знаю, что угодно, откуда угодно, там, metal-буфер, еще что-то. Всегда есть конструктор, который делает no-copy, и это очень важно, если вы не хотите как бы получить mobile warning. Да, давайте, вот я это запустил, я это, в общем, написал, все классно, и что я увидел. Но как-то оно не так, текст нашло, и как бы и не так, как бы то, что а почему вы думаете, что не весь, посмотрите, сколько сверху. Ну, то есть, как бы да, то есть оно как бы текст нашло, только оно где-то его не так. На самом деле, если подумать, да, то есть, если посмотреть внимательно, то вот это, это CP3808, а вот эта штука, это вот это вот название, а вот эта штука, это HP, то есть оно просто как ногами не вернуло. Что происходит и почему так происходит? У нас есть изображение, к которому мы все привыкли, и оно работает в системе координат, к которой мы все привыкли. Это координата с оригином слева-сверху, нас слева-сверху 0, а справа-снизу у нас размер нашей картинки 1100 на 2400 в случае с iPhone X. И вроде как все хорошо, но если вы вспомните школьную геометрию, то начало координат у нас находится слева-снизу, и она идет туда и туда. И люди, которые занимаются графикой, они ближе к геометрии, потому что помните, там скалерные произведения, там какие-то вектора, какие-то произведения матриц, в общем, это очень такая математическая сфера. А еще они все любят делать от нуля до единицы. Почему от нуля до единицы классно? Потому что мы знаем, что нам не надо размер передавать, потому что мы знаем, что все у нас размером один на один. Ну, как бы, удобно. И поэтому система координат Vision, она как бы нормализирована и перевернута. И с этим надо как-то жить, и... А я вот, кстати, не знаю. Дело в том, что эта штука тянется еще с каких-то OpenGL 1980-х годов давности, поэтому, мне кажется, может в МакОсе это пришло оттуда, а может, в принципе, и то, и то пришло из геометрии обычной, к которой мы все привыкли, точнее, от которой мы все уже отвыкли. Вот. И, ну, как с этим работать, в принципе, понятно, как с этим работать, надо написать extension на этот ректангл, который нам возвращает Vision, и надо просто взять и перевернуть Y. Причем, опять же, смотрите, поскольку у нас все размером один на один, то у нас картинка размером один на один. А мне надо для того, чтобы перевернуть этот прямоугольник, передавать размер изображения, потому что, ну, как бы, мы и так его знаем. А потом, для того, чтобы с этим как-то работать, еще, вот, Vision нам предоставляет такую функцию, как ImageRect for NormalizedRect, которая скейлит координаты. В принципе, я на это и довелся. То есть, я взял прямоугольник, думаю, ну, ладно, мне все равно в таких карантах работает Vision, я же так хочу для картинки координаты, да? Но нет, оно не переворачивает эту штуку, оно их просто скейлит. То есть, в принципе, мы можем сами руками умножить там XY ширину, высоту на размер изображения и получить то же самое. Но есть вот такой вот готовый метод. Какие-то вопросы есть по поводу визжена или по поводу того, о чем мы только что говорили. Окей, тогда давайте посмотрим, как это выглядит в коде. В коде, в принципе, это тот же код, который мы вытаскивали. Смотрите, мы хотим написать функцию, которая принимает какие-то BitMod данные, создает этот реквест, выполняет его и возвращает результат. Кто-то видит какие-то сложности вообще в этой задаче? Неочевидности, да? Какие? Потому что там реквестеролог или общин это блок кода, который просто когда там выполнится, неизвестно, когда выполнится. то есть он как бы скопирует съезд да, а во-вторых, мы не можем к моменту окончания этой функции быть уверены, что он вообще какой-то результат вернул. Кто знает, как эту проблему решать? Я уверен, что есть люди, которые знают, как бороться с асинхронными API-ами, которые надо переделать в синхронные. Да, совершенно верно. Нам надо сделать темофорчик. То есть нам надо сделать мы создаем диспатч-семофор, изначально передаем ему value 0. Кстати, тоже такая штука, которую в принципе скорее всего часть людей знают, но не всегда я сталкиваюсь с как-то в процессе забеседования и я узнаю, что есть люди, которые этого не знают. Семофор это не ньютекс, его можно создать в значение 0, это количество доступных ресурсов. Если у нас допустим есть три ресурса, мы можем создать с value 3, и после этого три вейта пройдет. То есть он не считает log-unlock, он может анлокнуться несколько раз. Это очень может быть удобно, если нам надо три потока параллельно что-то процессить, мы тоже можем для этого использовать семафор. Сейчас мы создаем семафор с изначальным значением 0. это значит, что когда мы потом вот здесь напишем семафор вайд, то у нас будет дедлог, потому что мы создали семафор, мы ждем его и ничего не происходит. Соответственно, здесь нам надо его засигналить. и нам надо каким-то образом вытащить результат этого блока, который тоже асинхронный и тоже вызывается непонятно когда. Для этого мы создадем мы здесь получаем результат и возможную ошибку. И это удобно хранить в переменной типа result. То есть мы создаем какой-то result и что у нас в резалте будет? В резалте у нас будет лежать текст observation, который мы хотим получить и возможно у нас будет лежать error. Если их нас заставит это дело каким-то образом проинициализировать, мы это проинициализируем generic error, потому что мы не ожидаем, что мы зафейлимся, потому что это не плошный. Мы смотрим на если у нас есть error. если у нас error нету, то мы сделаем success и передадим туда request.results. На самом деле да, оно не скомпилится, потому что results в request может не быть. Что значит, что нет результата в request? Значит, что request прошел, отработал успешно и ничего нам не вернул. Соответственно, нам надо проверить, что есть результаты. Да, if нужен. Все верно. А если ничего нету, тогда мы напишем, что у нас success. Окей, ему все равно что-то не нравится. Ему не нравится то, что еще раз. результата это array is any. Почему результата это array is any? Потому что CoreMare это все-таки Objective-C framework. Если него посмотреть более внимательно, то он на самом деле даже Objective-C плюс-плюсный. и Apple в своих примерах иногда делает интересные штуки, когда они куски Metal-кода инклудят в C-шный код. Почему они это делают? Потому что определение структуры там и там одинаковое. Если мы хотим какую-то структуру использовать и в Metal-е и в Objective-C то это же просто кусок файла его можно заинклудить. Если мы пишем код на Swift-е нам недоступна такая радость. Мы обязаны писать одно и то же два раза и копировать. Возвращаясь к нашей этой штуке нам надо это дело законвертировать. Вот. Массив там должен обращаться. Саксес, реквест и все. Ниже строчки саксес. Окей. А что дальше? Резон определен должен быть как массив никак один не веришь. Окей. Отлично. Что ему дальше не нравится? Да, ему не нравится то, что мы это дело не вернули. Автокоплиш этого. Так, давайте посмотрим, что оно насчитает. Ну, да, в принципе, получилось то, что мы хотели. Нашло тексты здесь и здесь. кстати, хочу заметить, что Vision на самом деле довольно умный и он находит как белый текст на черном фоне, так и черный текст на белом фоне. Посмотрим сверху, да? Он и вот это нашел, и вот это нашел. В общем, все классно. Все хорошо. У нас это дело допустилось. Давайте пойдем дальше. Или у кого-то вопросы, может, есть какие-то. Походу. Окей, и дальше. Мы нашли какие-то текстбоксы, но мы нашли очень много текста, он нам весь не нужен. Нам надо найти какой-то интересный текст, который мы ищем. в данном случае мы ищем значение здоровья, которое там написано. У кого-то есть идеи, как это можно искать? Да? По координату. Смотри, во-первых, у нас есть куча разных моделей айфона. Во-вторых, у нас есть айпады. Плюс этот экран, к сожалению, скролится. То есть это хардкодит, перенатый не вариант. Не, принять какую-то патруль, что найти вот это здоровье, да, что у вас на здоровье и ту информацию вы найдете? Вариант искать по регулярным выражениям или почему-то подобному, да? В принципе, это может сработать, но если мы посмотрим, сколько оно там всего понаходило, то нам придется, то есть нам реально придется все эти текст-боксы вырезать, нам их все придется передать в CoreML, она будет распознать реально весь этот текст, и это как бы занимает время. Может по какому-то графическому элементу, который уникальный возле этого лайфа. Вот, да, это очень хорошее направление, и на самом деле, если подумать об этом, то поиск текста на изображение не сильно отличается от парсинга текстовых файлов. То есть что такое текстовый файл? Это просто последовательность кубов. Мы их читаем последовательно, читаем, читаем, опа, нашли скобочку, дальше пойдут аргументы, нашли там фигурную скобочку, дальше пойдет вложенный блок кода. Тут то же самое, мы можем эту картинку читать построчно и смотреть только на черные и белые пиксели и считать самую длинную черную полоску, да, и дальше, если мы посмотрим, ну, и самую длинную белую, если мы посмотрим, то нас реально интересует вот эта вот штука со здоровьем полоска, которая является как бы единственной черной полоской, у которой длина больше, чем треть и меньше, чем две трети. Ну, это просто спалокажет две координаты, но, в принципе, это работает. И нас еще интересуют белые полоски, да, потому что после черной полоски потом идет белая полоска, потом идет текст, а потом еще белая. Ну, белые полоски это те, у которых белая штука больше, чем половина. Еще, в принципе, есть вот сепаратор, который, если пытаться разобрать это все, а мне в итоге пришлось там почти все это разобрать, то есть еще сепараторы, которые там более длинные, и еще есть как бы какие-то непонятные полоски, да, которые не подходят ни под какое правило. Это, в принципе, те, которые, в которых находятся блоки, которые мы хотим распознавать. Да, давайте посмотрим, как это выглядит в коде. там есть файлик, который называется bitmap.row.analyzer.exercise. Что здесь происходит? Здесь есть функция analyze.row, которая делает то, что я говорила. Она читает каждую строчку изображения по одному пикселю и пытается их куда-то применить. Если мы посмотрим, то есть, если они там темные, то мы, грубо говоря, говорим, что это black line, если они светлые, то, конечно, это white line. И оно вызывает метод append. Если мы посмотрим, что он делает, то он попытается его зааппендить в last line. То есть, он, грубо говоря, он посмотрит, что если пиксель, который мы хотим добавить, следующий в этой строке, тогда он его добавит. Если он не следующий, то тогда мы начинаем новую строку и говорим, что мы начали новую строку. И таким образом мы запоминаем самую длинную строку, в итоге, которую мы узнали. Дальше мы пытаемся классифицировать row. Оно называется classify row. Может подумать, что там какой-то core emel. На самом деле, никакого там emel нету. Потому что мы просто смотрим на, как я уже писал, длину вот этой штуки. Некоторые вещи, которые там, классификация или чего-либо, они обычно не требуют каких-то там сложных вещей. И вообще, если на самом деле подумать про о машинбернинг, то оно звучит, как магия, но на самом деле был где-то на XTCD в моем укомикс. Ты чем занимаешься? Я делаю машинбернинг. А что на самом деле происходит? Ну, я написал какую-то страшную формулу, которую я не понимаю. Я поставляю в нее рандомные коэффициенты, пока она не заработает. Ну, то есть, как бы реально, это именно то, что происходит под капотом. Да, и вот у нас есть заготовочка Unlaced Widman. Дождите подъехать быстрее. Unlaced Widman. Да, что-то умничное взгляд. В общем, что нам надо сделать? Нам вот в этом цикле мы пройдемся по всем строчкам и найдем все строки, которые нас интересуют. Они будут классифицированы или как HP, ну, как HealthBar, или как WhitePanel, или как еще что-то. И нам надо их отфильтровать, потому что, ну, типа, нам неинтересно, если идет подряд два HealthBar, потому что, ну, как бы не все идут подряд, да, то есть мы хотим как бы сохранять только то, что реально отличается. Соответственно, мы можем как бы сохранить последний rowKind. и у нас будет что-то, что-то просто возвращает. Смотрим. Да, вот это вот возвращает. Да, и мы смотрим, что если у нас ProHind поменялся, нам надо результат создать заранее. Тогда мы добавляем сюда мы хотим туда добавить вот такую вот строчку. Да, мы сканируем это изображение, будем запоминать индексы строк и типы строк, которые на этих индексах находятся. То есть мы будем сюда добавлять вот эту вот вот эту вот штуку. И скажем, что она находится на текущей строке и имеет текущий kind. Да. Это у нас не скомпилится, потому что надо, чтобы этот kind не был унилом, потому что мы не хотим запоминать запоминать пустую. Вот. И нам надо запомнить последнее, что мы обработали. Варвар. Да, и варвар. Вот. И возвращаем результат. Так. И вторая штука, которую нам надо сделать для того, чтобы это все завелось, это вот в принципе найти этот регион, который нас интересует. Давайте посмотрим, типа, на что влияют эти штуки. Давайте тут поставим, не знаю, там, стоп какой-то, посмотрим, вот тут посмотрим децот. И просто для начала посмотрим, что вводит. Допускаем, находим интересный текст. Думаю. Нашло, только не то, То есть, в принципе, окей. Хорошо, давайте там сделаем какое-то, 400, тут сделаем 1000. Смотрим. Окей, error. Почему у нас произошел error? Потому что я здесь написал гард, потому что мы нашли больше одного кусочка. Давайте его уберем временем. Да, расставляйте гарды по коду, особенно, когда вы делаете что-то сложное и математическое, и расчетное, где что-то может пойти не так. Если в начале каждого метода писать ассерты на все ожидания к параметрам и по ходу расставлять гарды и ассерты, то вероятность того, что вы поймаете вгрузавшую шивку вовремя, да, нашло, только нашло, а не то, что надо. Потому что в этот рейндж попал неправильный текст. Давайте все-таки вытащим то, что нас интересует. Давайте открою картиночку и подумаем подумаем как нам здесь найти, да, то есть у нас есть все строки и мы ищем первый HP-bar, да, мы хотим найти первый HP-bar, это должно быть, да, как-то у нас есть этот Bitmap Pro-info, который мы сделали вне без Bitmap Pro-info, мы из него вытаскиваем лайнс, мы находим первую строку, где кайдрайвер HP-bar, это называется да, HP-bar, и мы отсюда возьмем row, да, и мы это дело unwrap'нем, мы это дело unwrap'нем, и, ну, unwrap'ed это extension optional, который, если там ничего нет, то кидает error, потому что когда у нас все на srows, половина методов srows, смешивать два типа error-handlet, не очень приятно, вот, и давайте тут дальше оставим тысячу, я думаю, что поскольку это первый текст, и у нас там закомментирован sr, мы должны найти то, что мы хотим, давайте посмотрим, окей, он нашел, только он нашел не то, он нашел текст сверху, есть какие-то мысли почему? на самом деле произошло следующее, мы искали черную полоску, мы ее вот здесь вот нашли, соответственно, да, нам надо, когда мы подходим к такой задаче, надо хорошо проанализировать все возможные импуты, которые у нас могут быть, и в данном случае мы видим, что у нас сначала идет какая-то черная штука, в которой, кстати, тоже этот текст надо будет потом найти, но это типа отдельная задача, потом рано или поздно мы находим белую полоску вот здесь, это значит, что мы впали в эту панельку, в которой вся информация нам нужна, потом мы все-таки находим HPVar, окей, для этого мы можем использовать такой метод как DropWile, мы выбрасываем все, пока мы не найдем white, потом мы находим первый HPVar и идем дальше. Text. Что мне нравится? Давайте почитаем. Unexpected Null Value .20 1 где-то здесь. Игорь , почему его не нашло? Кстати, интересно, почему он не нашел. Посмотрим, что что Мы выбрасываем все, что у нас в ПКНД белое, потом мы находим первый HP, таскаем из него строку. Давай, 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 давай. Спасибо. Кстати, кто-то пробует что-то делать с этим проектом или я тут за носом не стою? Окей, давайте посмотрим, что пришло. У нас есть… Мы сначала видим кучу-кучу-кучу каких-то HP-баров, потом здесь у нас куча-вайтов. Не, на самом деле оно дальше смотрелось. Оно смотрелось в другом месте, потому что оно никого текста не нашло. Оно просто в том регионе, который мы искали, текст не нашло. А HP-бар оно нашло. Давайте поставим 1500. И должно все работать. То есть, на самом деле, в этом пуске все было хорошо, а оно свалилось здесь. Да, error, конечно, пишут номер строки, но их еще читать надо. Давайте посмотрим, что будет. Окей, вот. Прекрасно. Мы нашли тот текст, который нам нужен. Но, на самом деле, помимо него, мы нашли еще кучу всего, что здесь не нарисовано. Потому что, если мы раскомментируем дарт, тот, который там стоял… Давайте сейчас его раскомментируем и будем работать над тем, чтобы оно не сваливалось по нему. Интересный текст. Смотрим. Оп, да. Он у нас свалился по этому гарду, соответственно, надо найти нижнюю границу того текста, который нас интересует. Если вернуться к этому обратно, то после HP Bar нам надо пропустить первую белую полоску и найти вторую. В принципе, оно выглядит очень похоже. Только мы здесь… Мы здесь сначала… После белого мы пропускаем HP Bar. Да, после первой белой мы скипаем до первого HP Bar. Потом нам надо скипнуть, собственно, первый этот HP Bar. После него мы ожидаем, что у нас будет… Давайте подождем, пока найдем что-то белое. Потом мы его еще раз пропустим и еще раз найдем белый, да. То есть, что мы здесь написали? Мы скипаем весь, все строки… Да, ну да. Да, мы… Что мы делаем? Мы скипаем все строки, пока не найдем белую строчку. Вот так. Потом мы скипаем все строки, пока не найдем HP. Ну, мы найдем и так сцей, но мало ли, может, потому что… Потом мы скипаем, собственно, этот HP и дальше скипаем, пока не найдем что-то белое. Вот это. Мы его пропускаем. Потом мы ждем опять следующую белую. И мы ее оттуда вытаскиваем. И мы ожидаем… А, ну да, copy paste. Вот мы запускаем, смотрим. И если все сделали правильно, то мы не должны свалиться по этому Aurora, потому что должен быть только один кусочек. Да, отлично. Мы нашли наш текст, который нам нужен. И, в принципе, можем переходить к его классификации. Давайте закроем, закроем, закроем. Идем дальше. Дальше нам надо, в принципе, те кусочки изображений, которые мы вытащили, надо их классифицировать. И вот, допустим, у нас есть, да, вот такой текст, он тут увеличенный, как бы в таком увеличенном масштабе уже человеку сложно читать, но алгоритмам, в принципе, все равно. И нам наш детектор сказал, что у нас единичка находится здесь. Но наш image classifier, который мы обучили, он как бы фиксирован размером, он принимает всегда одинаковые картинки, в моем случае 32 на 32, но как бы это не суть. Вопрос, как рандомного размера изображения поместить в этот прямоугольник, который у нас ожидается на вход. И люди пишут, что, на самом деле, в многих моделях не написано, что передавать ему на вход, то есть, ну, как бы вот эти жирафы из луны, там, они должны быть 299 на 299. И как бы жирафа там оттуда поместить, это уже ваша проблема. Вот. На самом деле, надо помещать так, чтобы те вещи, которые важны, они попадали в этот прямоугольник. Да, собственно. То есть, надо кропнуть таким же образом или раскейлить или, там, таким же образом, каким это делалось при обучении модели. Как именно следует исходить из примерной области, в которой мы работаем? В принципе, нормальным решением является поскейлить и центрировать. Это то, что называется aspect fit. То есть, как бы уменьшить, да? И в случае с этой единичкой, я думаю, все нормально, да? Мы ее поставили в середину квадратика, все хорошо, все классно. Но давайте подумаем, какие есть еще буквы, да? Есть еще символы. Вот, например, у нас есть такой вот текст, и мы тут нашли точку. И что мы будем делать с этой точкой, да? Если мы ее поставим в центре квадратика, то следующий вопрос, а как мы ее от минуса отличим? Ну, то есть, наш кикбетон, то же самое, да? Соответственно, в случае с распознаванием текста есть смысл его скейлить, да? Но скейлить не сам вот этот вот кусочек, да? Потому что, если мы ее просто поставим по центру, оно будет как минус вылить. Если мы ее растянем на всю эту штуку, то, ну, как бы, минус и точка, и вообще все, что угодно квадратного размера, оно будет как бы полным прямоугольником, все одинаковое. В случае с текстом есть смысл отталкиваться от высоты строки и скейлить так, чтобы высота строки равнялась с этой штуки. Ну, а, соответственно, все, что лишнее, заполняем пустотой. Вот, и, ну, получается, вот таким вот образом мы подготавливаем наши данные, и таким образом мы вырезаем контент из картинки. Что происходит, когда мы эту картинку передаем в Classifier? Classifier, он анализирует вероятность попадания картинки в какие-то классы. То есть мы создаем какие-то наборы изображений, там, единички, двойки, тройки, четверки и так дальше. И потом мы его передаем на вход какую-то картинку, и он говорит, это с вероятностью 90% единичка, с вероятностью, там, 50% двойка и так дальше, и так дальше. И эта вероятность очень важна. Потому что, во-первых, если вероятность маленькая, то нам с этой картинкой вообще ничего делать не надо, потому что она какая-то нам не соответствует. Во-вторых, нам надо выбрать самую большую вероятность. И еще такой интересный момент. Я к этому еще не дошел у себя в приложении, но то, что можно использовать. Если у нас анализируется не одна картинка, а много, то вероятность не надо перемножать. Соответственно, если у нас там слово из пяти картинок, и мы хотим понять это слово, там, hello, или какое-то слово, hello1, не знаю, у меня плохая фантазия на примеры, то нам надо перемножить все эти вероятности для каждой буквы, и мы получим тотал вероятность для всего слова. CoreMai, как я уже говорил, Apple делает очень много для того, чтобы нести технологию в массы, и CoreMai в своем API очень простая штука. То есть, на самом деле, что мы делаем? Мы создаем классифайер, который нам просто, вот мы засунули классифайер в проект, и Xcode нам автоматически сгенерировал класс. Мы просто в него передаем какой-то пиксель-бузер, и он нам на выходе выдает prediction, мы у него смотрим вероятность. Да, мы у него смотрим вероятность, и если она нас устраивает, мы просто берем класс-небл. Если мы классы подписали так же, как у нас называются буквы, то, в принципе, на этом и все. Давайте посмотрим, как это выглядит в коде. В коде это выглядит так, у нас есть. Во-первых, давайте посмотрим на модельку классифайера. Тут написано, что, да, я вам так просто озвучу. Тут написано, что это neural network classifier, который на вход принимает grayscale image 32 на 32, и на выход дает dictionary string double. Ну, то есть, в принципе, то, что я и говорил, string это label, и double это вероятность. Да, у нас есть файлик text-recognizer exercise, в котором надо что-то доделать. Во-первых, сюда надо вставить тот код, который распознает. Мы берем классифайер, берем prediction для pixel buffer, и отсюда вытаскиваем класс label. Отсюда. И давайте. Так, у нас был, или ноль, если мы не нашли этого, что, в принципе, не должно происходить. Да, эта штука может покинуть игру. Вот, смотрите, тут еще такая интересная штука. Возможно, можно, конечно, этим усложнять всю жизнь, да, и в коде, который обучает, как-то переименовать классы, но поскольку большинство датасетов, которые готовятся для machine learning, они используют такой конвеншен, когда имя фолдера является именем класса, а если у нас имя класса это слэш, то да, не очень хорошо работает. Но на самом деле есть такой интересный факт, что в macOS, если вы попробуете создать файлик finder и написать имя слэш, то у вас это получится. Потому что finder показывает двоеточие как слэш. Это, не знаю, зачем мне это сделали, но антибейс такой конвеншен. Вот, соответственно, здесь я просто слэш меняю вот так вот написанный слэш, меняю на обычный слэш, потому что, чтобы можно было фолдер так назвать. Вот, и... Смотрите, а этот метод должен анализировать текстовые блоки. И что такое текст-блок? Текст-блок — это bounding box плюс character boxes. То есть нам пришел на вход какой-то кусок текста, и мы берем все эти характеры, да, character boxes. Мы для всех этих character boxes вызываем анализ символ, который у нас есть написан. Передаем ему текст-блок bounding box и character box мы взяли. Так, эта штука может выкинуть error, поэтому тут try напишем. Она может вернуть, что у нас, nil, поэтому мы тут compact mac делаем. Да, и мы это все делаем склеим. Вот, и мы это возвращаем. Из интересного, да, то есть для анализа символа мы передаем туда и bounding box текст-блока, и bounding box character. Почему мы это делаем? Потому что для того, чтобы правильно понять высоту строки, нам надо знать рамки всего текста. Нам недостаточно рамок одного характера. Соответственно, если мы посмотрим метод, который вырезает этот символ, то есть куча какой-то арифметики, которая на это заточена. Вот, в принципе, она вот здесь. Мы смотрим, тут мы берем line-height, как я уже говорил, да, мы пытаемся вычислить xy по line-height, потом мы создаем image и мы его туда рендерим. Давайте посмотрим, как это дело будет работать. Отлично. Мы распознали, что там написано 217-217. В принципе, как бы то, что мы хотели сделать. Так. Окей. Есть ли какие-то вопросы у кого-то? Будет еще маленький блок, если вопросов будет очень мало. Нет, еще вопросы есть. То есть, в принципе, есть процесс... Подожди, пожалуйста, микрофон сейчас поднимется. Виктор, вот скажи, такой вопрос у меня. На прошедшем WWDC Apple представили нативное распознавание текста. Вот, 13-ое. Ты знаешь про это, да? Да, я знаю. Я ожидал этот вопрос. Расскажи, вот пробовал, смотрел, сравнил. Да, я пробовал нативное распознавание текста. Что они представили? Оно, в принципе, базируется на, скорее всего, на вижении под капотом и на коромайле тоже. Они точно так же находят текстовые блоки. Они точно так же классифицируют эти характеры. Потом они сверху еще применяют словарь и отсеивают слова, которые не попадают в словарь. Плюс они неуверенно распознанные символы корректируют благодаря тому, что они знают словарь. Плюс им можно передать свой словарь. Это все в теории звучит очень классно. И это прикольно работает для английского языка, но в текущей бете оно поддерживает только английский. То есть, если мы хотим распознавать другие какие-то языки, нам надо что-то делать другое. Если нет вопросов, давайте... У нас осталось немножко времени. Давайте я покажу, как происходит процесс обучения модельки и что он у себя представляет. Имя, название символа. И если мы сюда зайдем, то мы тут увидим бесконечное количество двоек, которые были... Нет, они не были классифицированы вручную, потому что это ненормально. То есть, что происходит обычно, когда нам надо подготовить датасет для машинного обучения? Мы берем, делаем какую-то модель. Запускаем ее на каком-то ограниченном наборе импута. Получаем какое-то количество аутпута. Оно, естественно, ничего не классифицированное. Мы его ручками классифицируем. Находим 10 двоек, 10 единичек, 10 пятерок. Потому что это ненормально. Потом мы обучаем на этом маленьком датасете модель и прогоняем ее на чуть большем импуте. Мы получаем больше данных, но они уже как-то классифицированы, с ними можно как-то работать, и там надо 10-20 таких картинок передвинуть. После этого мы опять переучиваем модель, получаем более качественную модель, запускаем ее на датасете еще больше. Ну и так итеративно и итеративно, и у нас получается вот такое. Еще очень важная штука – это старайтесь, чтобы у вас в датасете не было одинаковых данных. Потому что если у нас есть два одинаковых датапоинта в датасете, то это приводит к тому, что у нас модель может как-то плохо обучиться. Например, этот датапоинт будет использован, случайно так попадет, что он попадет и в обучение, и в валидацию. Понятное дело, что если вы обучите на одной картинке и провалидируете на этой и одной же картинке, то все будет классно работать. Но потом в дальнейшем у вас ничего не выйдет с этой моделью. Поэтому, поскольку такое может произойти, то в случае с картинками то, что я делал, я брал bitmapdata, ну, сколько нам по этой не писалось, брал bitmapdata из каждой картинки, читал от нее md5-хэш и смотрел, если у нас у bitmapdata из двух картинок хэши совпадают, то мусор мне вторую картинку. md5-хэш – это звучит, там, я не знаю, Настя Войтова, наверное, поубивала бы, но если нам надо сравнить, что данные совпадают или нет, то, как бы, md5 работает, никаких проблем с этим нету, и для сравнения похожести данных md5 использовать можно. Если у вас что-то связано с security, забудьте это слово. Да, у нас есть такой вот датасет, и для обучения я использовал скрипты на Python, которые я гонял в Ubiter ноутбуке. Так, только его запускать надо из папочки train, потому что оно смотрит на соседние файлы по working directory и, соответственно, может не найти их. Да, тут есть такой train ноутбук. Давайте посмотрим. Да, сначала какие-то импорты. Вот эта штука defined топологию нашей сети. Статья, о которой я говорил, она находится в ссылках в Redmi, и кому надо, можете ее почитать, она в том числе тоже объясняет, как обучить модель. И я не являюсь экспертом в вируных сетях, я просто экспериментирую с ними, поэтому лучше обратитесь к людям с большим опытом. Да. Вот мы как бы, вот этот код написан по верху Keras. Keras – это такая обертка вокруг TensorFlow, которая… TensorFlow умеет хорошо процессить числа. Но он не очень удобен, если нам надо… Он не очень… Окей. Он не очень… Он не очень высокоуровневый, да, и если мы хотим что-то… оперировать какими-то convolution-слоями, drop-out, в общем, все, что есть в современной обработке изображений, то лучше использовать какой-то wrapper, который, например, Keras. Почему Keras еще удобно использовать? Потому что Cormel Dudes, который Apple предоставляет нам для того, чтобы готовить модельки для Cormel, он интегрируется с Keras, да, и вот здесь, в данном случае, мы как бы модель, которая обучилась в Keras, конвертируем в Cormel-формат. Давайте для интереса я сейчас зайду в этот дейтасет и посмотрим, что у нас там было. Так, у нас там было 217. Давайте уберем единичку и посмотрим, что произойдет. мы отсюда убираем единичку. И тут мы выполняем все это вот. Так, оно пошло обучаться, оно должно обучиться за… У нас тут где-то написано 25 итераций. В принципе, да, 25 итераций на современном ноутбуке проходят довольно быстро, но если задаться фанатизмом и поставить, допустим, тысячу и обучать кучу классифайеров, ну, Фимя на ночь ставил. Но… А? Ой, я это делал на Mac'е 2012 года. Нет, это с 25… возможно. Нет, тысяча итераций на Mac'е 25-го года считается за ночь. На 25-го, да. Вообще не знаю, что будет. На Mac'е 2019 года тысячу итераций 6 классифайеров строятся за ночь. Но, типа, не стоит… Ну, тебе не жаль. Тут, как бы, тоже такое, значит… Так, давайте… Сейчас быстренько откроем эту модель. У нас здесь построилась моделька. У нас в проекте есть вот эта моделька. Мы ее replacing. И спускаем. Так, с рефигмейшен. Поехали. Да, смотри, я вам очень долго считаю. Это связано с тем, что я уже говорил. OpenGL и CoreImage, они не имеют аппаратного ускорения на симуляторе. Вот, смотрите. Мы убрали из нашего DTSD единичку. И у нас единичка заменилась на слэш, потому что это ближайшее похожее, что оно смогло определить. Процесс работает, модельки обучаются. Да, у меня, наверное, на сегодня все. Есть ли какие-то еще вопросы? Спасибо. Скажите, пожалуйста, а сколько просто будет это все адаптировать к видеопотоку? То есть, с камеры это все можно было разговаривать на блюлтайме и все красиво. Интересный вопрос. Я, на самом деле, последний где-то месяц адаптировал это к видеопотоку не с камеры, а с экрана. В iOS есть такая тема, как Broadcast Extensions. Они используются активно TeamViewer'ом, Zoom'ом, может, еще какими-то аппчиками, которые их используют для скриншеринга. Что происходит на самом деле? Нам приходит, ну, по таймеру, да, нам приходит каждый фрейм из экрана, приходит наш экстеншн, и мы можем с ним что-то делать. Он нам приходит в виде себе пиксель-буфера. Только Apple постарались и присылают нам пиксель-буферы не в RGB, а в YUV Color Space. YUV Color Space – это такой интересный коллорспейс, у которого в Y-канале записана яркость, это тот самый gray scale image, а в UV-цветах записана цветовая информация, она там в каком-то формате записана, это не имеет значения, но приколом является то, что в видеопотоке обычно у вас уже есть отдельный готовый канал с яркостью, не надо делать gray scale фильтр, можно просто на него применять Local Contrast. Из недостатков и сложностей это то, что цветовой канал в видео обычно идет в меньшем разрешении. То есть на каждые 4 пикселя картинки у нас будет только один пиксель с цветовой информацией. Соответственно, если мы захотим смотреть кроме яркости еще и на цвет, то нам надо учитывать, так сказать, наводки от соседних пикселей. Но это в итоге работает и, да, в принципе, очень классно. На самом деле очень классно работает, не знаю. А потом, в общем, давайте, если кого-то зайдите посмотреть, а потом могу вживую на девайсе показать, как оно бегает. Спасибо. 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 Спасибо.